Пункт номер один в списке мужчин, чем же они недовольны своими женщинами, это «А что же говорят мужчины?» Нет, это делать нельзя. А начальника хочется, когда приходят на прием психологу девушки, они предъявляют целый огромный длинный список претензий к своим мужчинам. И там всевозможные претензии и всевозможные ожидания, которых не могут оправдать мужчины. А что же говорят мужчины? Что же их не устраивает в женщинах? Список этот гораздо короче. Итак, пункт номер один в списке мужчин, чем же они недовольны своими женщинами, это их, да-да, их крикливый, назидательный тон. Девушки, говорю на каждой консультации, начинайте мягко, нежно и женственно разговаривать со своими мужчинами. В тот момент, когда вы переходите на жесткий приказной тон, мужчинам кажется, что они разговаривают с их начальником. А начальника хочется сместить, либо, ну вы знаете, что хочется иногда сделать с теми, кто нам приказывает. Второй момент, как ни странно, я прошу свою девушку надеть платье, либо юбки, а она принципиально продолжает ходить в джинсах и в кроссовках. Я понимаю, что моя любимая хорошая фигура и она в любой одежде хороша, но все-таки мне хочется иногда увидеть в ней женщину. Так что второй пункт, он мне кажется очень простой. Хотя бы иногда переодевайтесь и выходите со своим мужчиной вот в этом женском легком образе. Ну и третья причина, которая чаще всего называется мужчинами на консультациях, это моя девушка, либо моя жена постоянно всем недовольна. Что бы я ни сделал, она ищет везде какие-то изъяны, негатив, либо указывает мне на мои ошибки. Самое главное правило, никогда не произносите эту фразу. Ну вот, я же говорила, вот видишь, так и вышло. Нет, это делать нельзя. Нужно сказать так, ну да, дорогой, я тоже иногда ошибаюсь. Я уверена, у тебя в следующий раз получится все замечательно. Я в тебя верю. Ну и четвертый момент, который чаще всего высказывают недовольные мужчины на консультациях. Почему моя женщина или почему моя жена постоянно перебивает меня? Почему она не может меня выслушать спокойно до конца? Почему она умничает? В этот момент, когда вы прерываете его, либо не можете его спокойно выслушать, вы ставите под сомнение его умственные способности. Я думаю, все-таки, когда вы выходили замуж, либо начинали встречаться с этим мужчиной, вы его позиционировали как умного, порядочного и ответственного человека. И в любом случае хотите быть замужем, а не впереди его. Поэтому просто научитесь его слушать. Умение слушать – это особое качество, которое мы с вами вырабатываем в течение всей жизни. Я надеюсь, каждой женщине оно доступно. Вы сможете, вы научитесь, и вы будете внимательны к своему мужчине. Будьте счастливы и любимыми в отношениях. До новых встреч!